здравствуйте мои прекрасные зрители приветствую вас на своем канале ну что ж я сегодня отправляюсь на рынок сегодня среда и на рынок я иду в оба на термы в этот период очень многие продавцы уходят на каникулы несмотря на то что это период скидок тем не менее многие предпочитают взять небольшой отпуск именно в этот период показываю вам платье в этом году очень удачные трикотажные платья именно на рынке я сама себе купила черный вариант и точно такой же фиолетовом цвете еще ни разу не носила но однажды мой муж увидел на мне это платье и сказал что она выглядит очень классно очень здорово и я могу сказать что платья которые продавались они были разных моделей на рынке они были из очень плотного трикотажа это либо стопроцентный полиэстер либо вискоза и полиэстер в принципе состав очень и очень неплохой и сейчас такие платья можно купить с 50 процентной скидкой они обойдутся вам в 14 15 евро до этого они стоили 28 30 все зависело от модели я встретил очень интересные сумки не могу сказать что это прямо-таки стопроцентно моя эстетика но эти сумки стоят 25 29 евро выполнены полностью из кожи и из материала который в италии называется cavallino poni и есть вот такие простые модели которые на мой взгляд украсят любой аутфит повторюсь для вещи с рынка многие сумки из тех что я увидела из тех что я вам показываю выглядят очень и очень достойно больше всего мне понравились вот эти два варианта это простая клетка и также фиолетовый вариант который я сейчас вам покажу институт и номер для вастропосток Ассортимент становится все более скудным, потому что мы подходим уже к новой закупке товара, в том числе и на рынке. Показываю вам то, что осталось. Многие вещи, возможно, в другом цвете, вы можете найти на сайте, который мы с Микелой организовали. Он называется stylehunter.it. Например, вот такой лавандовый, скорее всего, еще имеется на сайте, потому что очень многие вещи были проданы, и мы пошли в абсолютно sold out. Не могу не похвастаться, не сообщить об этой приятной новости. Через несколько дней, а именно 22 января, мы закрываем продажи и будем искать нового продавца. Кто это будет, пока еще не знаю. За 10 евро можно купить вот такие брюки. Они представлены в очень многих цветах, и если, возможно, они не подойдут для того, чтобы носить их в городе, их можно использовать как домашнюю одежду, что может быть лучше. Вот такой свитер тоже я вам показывала, и тоже он, возможно, еще есть на сайте, а возможно, тоже sold out. На самом деле, я точно и не вспомню. Ну что ж, я думаю, очередной пример того, как вещи с рынка могут действительно выглядеть очень и очень достойно. И итальянки очень любят рынок. Посмотрите, сегодня я нашла за 7 евро. Это, на самом деле, очень низкая цена. Бюстгальтер. Можно было выбрать, ну, практически любую модель с косточками, без косточек. И Laura Bujotti. Это уважаемая марка. Безусловно, в магазине такой бюстгальтер будет стоить гораздо дороже. Я, если честно, не очень с этой маркой бельевой знакома. Но в любом случае, 7 евро это действительно очень низкая цена. За 1 евро можно было найти, на самом деле, очень много вещей. Посмотрите, вот, например, Zara, Sisley, любую марку, которую вы только себе представляете. Масс-маркета можно найти на рынке. И поскольку сейчас сезон зимних распродаж, то за 1 евро можно купить в том числе и одну вещь из масс-маркета. Нашла вот такие интересные пуховики. Это Sintipon, но выглядят они очень достойно. И это снова рынок. И цена подобных пуховиков, курток в пределах 100 евро. Мне очень понравился этот черный вариант. Сейчас мне его любезно снимут. Он стоит 89 евро, но это или 86, мне не очень хорошо видно. И это последний пуховик. Его отдавали прямо-таки за 50 евро. Также я нашла всего за 1 евро огромное количество самых разных колготок. Удивительно, но есть все размеры и есть все цвета и совершенно разная плотность. Колготки за 1 евро это тоже очень дешево. Если я отправлю в специализированный магазин, опять же это масс-маркет, который специализируется на производстве чулочно-носочных изделий, то колготки обойдутся мне где-то в 15 евро. То есть на рынке те же самые бренды можно найти в 15 раз дешевле. Очень долго я перебирала колготки. Прям какая-то релаксация, когда перебираешь товарчик за 1 евро. Я взяла себе колготки 15 дэн черные несколько пар. Я взяла себе также с золотым люрексом. У меня есть серебряные, тоже купленные на рынке. Я их показывала неоднократно. Очень красиво смотрятся колготки с люрексом. Искренне всем рекомендую. Вот, кстати, те колготки, которые я в итоге и купила. Показываю вам раскрытую пару, но, конечно же, как вы видите, можно найти и в упаковке. На самом деле были и цветные колготки. Хотя, кстати, интересно посмотреть, их продавали за 95 центов. В каком-то магазине на рынке продают на 5 центов дороже за 1 евро. Ну и было огромное количество разных носочков, которые тоже можно очень удачно сочетать с обувью. Повторюсь, я получила огромное удовольствие. И, кстати, вот эти колготки я тоже купила. На этом лотке я традиционно вижу большое количество красивых вещей. Состав оставляет желать лучшего, но могу сказать, что это прямо-таки магазинный ассортимент. Эта марка продается в магазине. Мне здесь разрешают снимать, но на некоторых лотках, именно потому что эта марка присутствует, все-таки просят этикетки не показывать. Не пойму, как это зависит, как это регулируется. Ну да ладно, этот свитер мне очень понравился. Я пыталась заснять, чтобы вы поняли, какая это интересная модель. Широкий рукав, длинный, сейчас в моде длинные рукава, закрывающие кончики пальцев. И он очень короткий, этот свитер. Красиво бы смотрелся с джинсами на средней, либо высокой посадки. У меня есть такие, они сейчас до сих пор в моде. Очень красиво бы смотрелся с брюками палаццо. Посмотрите, 69 евро стоил этот свитер в магазине. На рынке его продают за 34 евро. И, безусловно, в конце скидочного сезона, примерно через месяц, все эти вещи можно будет купить за какие-нибудь 15 евро. Кстати, этот свитер мне очень понравился. Это пальто я видела однажды в витрине магазина. Обратите на него внимание. И как только я попаду к витринам того магазина, где я не стала снимать, почему-то мне не очень понравились витрины, я покажу вам конкретно это пальто. Вы тоже увидите, что оно продается в магазине. Очень мне понравились вот такие трикотажные комплекты. Нет ни одной фибры натуральной, но эти комплекты будут смотреться очень красиво, очень трендово. Цена тоже радует. Посмотрите, на рынке это стоит 27 евро. В магазине все это стоило дороже. И это юбка и свитер на молнии 3 четверти. Кстати, был другой цвет. Сейчас вы его увидите, белый и светлый зеленый. И это тот случай, когда цвет играет большое значение. Безусловно, синий вариант, точнее голубой смотрится более интересно. Вот такой свитер, очень объемный, квадратный. В черном варианте цены бы ему не было, но черных не было, были бежевые. Посмотрите, как красиво манжет сделан. Этот силуэт очень моден. Носят его, как правило, с выглядывающей снизу рубашкой. Любые брюки подойдут от самых обычных скинни, леггинсов. Также красиво будет смотреться с брюками широкими, прямого кроя, палаццо. Обратите внимание на подобный трикотаж. Он очень широкий, почти прямоугольный и укороченный. Но любовь-любовь пончо из сегодняшней подборки, это вот такое пончо. Оно, кстати, если говорить о материале, очень похоже на мое черное платье, которое я тоже купила на рынке. Не купила себе это пончо, только потому, что у меня уже очень много одежды. Я просто не могу скупить все, что мне нравится, мне негде это хранить. Но действительно очень красивый, как я люблю говорить, стритстайлерский вариант. Вот, кстати, случай, когда забываешь включить камеру, идешь к другой вещи и выбираешь, что снимать. Это, кстати, очень редко со мной случается, чтобы я камеру забыла выключить. Но вот, видите, хожу и пока просто смотрю. То есть, я не все показываю. Вот, решила показать вам брюки. Это бархат, но не хлопковый, а полиэстровый. Подобные брюки очень красиво смотрятся. Я неоднократно на это обращала внимание. С верхней одежды в виде пальто и даже в виде пуховика. И, кстати, Марина Ринальди из сезона в сезон предлагает подобные мягкие брюки на резинке из бархата ярких цветов. Очень мне понравились джинсы и вообще сочетание вот такой яркий трикотаж и джинсы, так называемые варенки. Ну и вот то, что мне понравилось еще больше, чем черное пончо, это вариация светлого пончо. Посмотрите, точно такая же модель. Туда, правда, свитер продели. Кстати, будете носить пончо, имейте в виду, что любой кейп и пончо имеют особенность. Хорошо смотрятся поверх, только если снизу у нас облегающий слой. И в особенности это важно в отношении узкого рукава. То есть, если трикотаж, то пусть рукав будет прямо-таки максимально облегающим. Вот как раз-таки пончо надели на очень объемный свитер. Свитер вот от этого комплекта. И там широкий рукав, и свитер сам по себе очень объемный. И в таком сочетании кейп смотрится некрасиво. Вот, кстати, юбка. Мне вообще понравилась композиция. Юбка плессированная немного люрекса, плюс свитер черный, который я вам показывала. Ну что ж, как вы видите, большое количество красивых вещей. На скидках они кажутся еще более красивыми. Очень многие мы с вами уже видели, трогали, смотрели. Но сейчас сезон скидок, и вещи действительно кажутся еще более привлекательными. На сегодня это все. Очень скоро увидимся. Это была Яна Скворцова. Всем пока-пока.